Пройдясь уже по классике данной серии в лице третьей и четвертой части, рассказ о былых временах франшизы будет неполным, если мы не затронем еще один проект, отчасти благодаря которому Battlefield стал именно той игрой, которой мы ее запомнили в лучшие годы. И речь, как вы уже поняли из названия ролика, пойдет о легендарной Bad Company 2, спустя 13 лет после своего релиза. Сразу подчеркну, что по классике мы рассмотрим здесь только мультиплеерный опыт данного шедевра, как и во всех предыдущих обзорах, ведь именно сетевые баталии и ассоциируются у нас со словом Battlefield. Что это была за игра, как она изменила собственную франшизу, что в ней было интересного и как она играется сейчас, в 2023 году. Обо всем этом прямо сейчас. Итак, начнем пожалуй немного с предыстории появления второй плохой компании. После нашумевшего в 2005 году Battlefield 2, Electronic Arts, по причине развивающегося рынка консольного гейминга, решила выпустить следующие релизы в лице батлы 1943 и Bad Company 1 на консоли PS3 и Xbox 360. Насколько хорошим это решение оказалось, мы сейчас говорить не будем. Но вот поговорить о Bad Company 2 без краткого экскурса в мир первой его части, будет точно не совсем честно. Так что давайте продолжим нашу дискуссию. Серия игр Bad Company является неким ответвлением от основной серии игр Battlefield, являясь куда более нишевым продуктом, нежели чем ее предшественники. Если ранее Battlefield ассоциировался у всех с масштабностью и командным взаимодействием, то с выходом плохой компании данные правила несколько изменились. Bad Company 1 стала первой игрой серии, вышедшей только на консоли, минуя релиз на ПК. Именно с данной игры разработчики и издатель решили пойти в некую упрощенность получаемого геймплейного опыта, разительно сократив количество игроков в мультиплеере и оказуалив командную игру, на которой был весь фокус второго Battlefield, и следующим за ним 2142, чтобы охватить как можно большую аудиторию, не заставляя их привязываться к взаимодействию между другими игроками. О каких же нововведениях в Bad Company 2 идет речь? Ими является переработанная классовая система, совершенно новый игровой режим, известный всем как Штурм, который теперь является классикой франшизы, и здесь же в игру вступает революционный игровой движок от DICE Frostbite, главной фишкой которого, как вы все знаете, является разрушаемость. И как несложно догадаться, первой игрой на его рельсах стала именно Bad Company 1. И что можно сказать по итогу релиза Сия Чудо на консольном рынке? Что критики, что игроки отзывались положительно о новинке, отмечая потрясающую реалистичную разрушаемость, отличное ощущение от оружия и разнообразный игровой процесс. Единственное, что подвергалось критике, это графическая составляющая. Так как это была первая итерация движка, графика в угоду имеющейся разрушаемости была несколько мальноватой. Но несмотря на это, средний балл игры от критиков и игровых изданий не опускался ниже 8,5 баллов из 10. Развитие всех принесенных идей позднее было полностью принесено во вторую часть, выход которой уже было принято организовать на всех актуальных тогда платформах. И теперь мы добрались до нашего обозреваемого героя. Bad Company 2, вышедшая спустя 2 года и еще один консольный релиз батлы, стала духовным наследником и мягким сиквелом первой части, практически ничего не изменив в себе. С исключением баланса классов и количестве доступной у нас взрывчатки. Ее стало несколько меньше. Новые карты, большее оружие, новая сюжетная кампания и вот вам вторая часть. На этом наше сравнение первой и второй плохой кампании заканчивается. И далее мы поговорим только о второй. Почему многие так любят Bad Company 2? Во-первых, это ее атмосфера. Несмотря на такое небольшое количество игроков и компактный размер карт, масштаб, передаваемый за счет звукового окружения, хорошо сделанных и продуманных карт, особенно в режиме штурма, ощущается и играется как нечто очень бодрое, экшеновое и фановое. В Bad Company 2 ты не чувствуешь пустоту или нехватку места для маневров. Несмотря на действительно небольшие карты, геймплей на них это всегда песочница. Вы не ограничены в передвижениях или попытке обойти врага по флангам. Каждая карта имеет свою уникальную особенность в геометрии, построении линий фронта и предлагаемом на ней геймплее. И несмотря на коридорность некоторых карт, правильное распределение точек интереса на ней не сводит все, кто по мутиру стенка на стенку. У вас всегда есть пути обхода или возможность переиграть оппонента за счет разрушаемости. Так как в игре имеется возможность уничтожить любое укрытие или здание, ты как и твой противник здесь почти никогда не можете чувствовать себя в безопасности. А видимые и получаемые эффекты от этой саморазрушаемости постоянно, даже спустя столько лет, а я знаком с игрой с релиза, рождают великолепное чувство удовлетворения от сноса очередной преграды. Вспоминая свои первые ощущения от игры в 2010 году, и аж слезенька от этого наворачивается. Разрушаемость в игре действительно выдающаяся, и я искренне не понимаю, почему данная ее модель не перекочевала в следующей части, а получила такие скриптованные изменения явно в худшую сторону. Ведь даже штурмовик с подствольником здесь способен сложить любое здание в одиночку. А при игре в штурм, если в здании находится объект для уничтожения, при сносе здания уничтожался и сам объект, что позволяло вам не пушить точку до самой закладки, а просто закидать противника взрывчаткой и ракетами, чтобы прорвать его оборону. Да и вообще сама идея такого режима, когда он только появился, изменила понимание того, какими еще могут быть шутеры. И впоследствии, многие другие представители игропрома начали несколько заимствовать данное нововведение в жанре, немного по-другому интерпретировав его. 2023 год все еще оставляет геймеров задаваться вопросом о возможности приобретения игр в условиях недоступного для России рынка, и с возможностью при этом не разориться. И тогда на помощь игрокам приходит торговая площадка Дифмарк. Здесь вы сами выбираете у кого и что купить. Широкий ассортимент игр, всевозможных подписок на известнейшие сервисы, вплоть до покупки антивируса или же официальной винды. Все это доступно вам именно здесь. А главное удобство для пользователей из России заключается в огромном множестве способов оплаты. Банковские карты, киви, электронные и крипто кошельки. Удобнейший интерфейс и возможность самостоятельно выбирать продавца с наилучшим предложением. А главное, вы получаете гарантию на покупаемый товар в 180 дней. Это ли не круто? А используя мой промокод фламинго, вы получите скидку в 10% на любое ваше приобретение. Моя строгая рекомендация не проходить мимо. Ссылочка на Дифмарк находится в описании. Конечно, спустя годы вновь укунать в некогда великую игру, ты понимаешь, как многие вещи успели состариться. Графика на момент 2010 года была выдающейся и улучшена по сравнению с первой частью. Но сейчас уже выглядит немного побитой. Мувмент и передвижение персонажей, сделанные в угоду замедления темпа и аксуаливания, без возможности ложиться и стрейфиться при спринте, сейчас чувствуются дубоватыми. Хотя, опять же, если рассматривать это как геймплейную фишку игры, понятно, зачем были сделаны эти механики. Ведь каждая перестрелка с абонентом должна была ощущаться на равных. С возможностью всегда дать отпор врагу и переиграть не самую быструю технику. Но даже тогда, всё это работало не так идеально. Ведь сетевой код игры оставлял и по сей день оставляет желать лучшего. А местное оружие, убивающее за считанные миллисекунды, иногда не оставляло и шанса противнику. Особенно это касается инженера и его пистолета пулемётов. В упоре это были страшные агрегаты. Но если посмотреть целиком на данную игру, то геймплейное ядро было создано прекрасным. Если честно, я даже не помню, чтобы в этой игре был базрей противника. В отличие от последующих за Bad Company 2 играх. Даже карты для захвата не создавали проблем проигрывающей стороне переиграть всё в иную сторону. Настолько она была хороша, что местные карты врезались в память основательно. В Альпарису и Порт Арика мои фавориты навсегда. Местная техника, за счёт её небольшого количества, а ведь в сравнении с предыдущими играми серии, её тут буквально можно пересчитать по пальцам, не может сильно изменить ход событий в матче. Да, неприятностей она доставляет, но и выкатиться на даже отряд из двух человек и противостоять им будет непросто. Местные брички неповоротливы и медлительны, и несмотря на свою ярую мощь, обьют они очень сильно. Против даже двух инженеров в команде она долго не живёт. И это касается в том числе и вертолётов. Их в игре всего два, и каждый из них по-своему хорош. Но даже не самый опытный инженер с управляемой ракетой сможет приостановить ваш полёт над полем боя. Ведь управлять этой самой техникой здесь приходится с долей определённых умений и усилий. Ты буквально ощущаешь массу всей техники в игре, и за местную реализацию физической модели этой игре уже можно ставить 9 из 10. Оружия в игре крайне много, и каждый, как и должно быть, ощущается по-своему. Здесь даже представлены некоторые экземпляры прошлого столетия, что воспринимается в контексте игры весьма забавно, но при этом они не смотрятся вычурно. Как таковой кастомизации оружия в игре нет, но есть и система специализаций, где вы можете выбрать либо возможность поставить себе пару прицелов, возможность взять с собой больше взрывчатки, быстрый хил и так далее. То же самое касается и перка для техники, к слову. По классам же в игре всё довольно просто. Штурмовик вооружен штурмовыми винтовками, а также имеет возможность снарядить свою пушку под ствольным гранатомётом. Инженер берёт пистолеты-пулемёты. Поддержка, он же медик, на передовой использует пулемёт, а снайпер, что логично, использует снайперские винтовки. Баланс классов при этом соблюдён весьма хорошо. Хотите помогать команде, но страдать по огневой мощи желания нет, медик со своим пулемётом доставит немало хлопот противнику. Желаете иметь лучшее оружие на среднюю дистанцию и неограниченный запас патронов, тогда вам к штурмовику. Но вот что сбалансировано не лучшим образом, так это снайпер. Он в Буткомпани 2 является, пожалуй, самым кемперским классом, представлен когда-либо в серии Battlefield. Благодаря камуфляжу вы сливаетесь с местным ландшафтом, а найти вас могут либо только по звуку, либо по еле заметному трассеру. А дистанция поражения ваших пуль, за счёт минимальной баллистики, практически не даёт шанса среагировать на метки попадания заядлого местного снайпера. В остальном же, играть за каждый класс в игре интересно, а свобода выбора оружия, доступного всем юнитам, также расширяет ваши игровые возможности. В общем, бегать за пехоту и стрелять с местного оружия, это прям отдельное наслаждение. Как играть с Буткомпани 2 спустя 13 лет? Если у вас есть желание ознакомиться с данной игрой, единственным правильным вариантом это сделать будут пиратские сервера. Инструкцию по установке и ссылку на клиент игры я оставлю в описании под видео. В вечерний прайм тайм найти парочку живых серверов с преимущественно русским комьюнити труда для вас не составит. И ускорить свою прокачку на сервере с повышенным множителем опыта, также будет не сложно. Буквально 30-40 минут и вам доступен весь контент игры. Что касается же официальных серверов, то их практически не осталось. И брать игру за полный прайс ради них точно не стоит. Проще будет просто прибегнуть к вольным морям торрентов. Дополнение же Вьетнам, о котором я не мог поведать вам по той же причине отсутствия серверов, конечно хотелось бы осветить в данном ролике. Но увы, возможности таковые на текущий момент для данной старенькой игры не представляются возможным. А крайне жаль, ведь вьетнамское дополнение было охренительно атмосферным и геймплейно интересным. Но время неумолимо идет вперед, заставляя такие проекты оставаться в нашей памяти лишь в самых светлых ее проявлениях. И знаете, заглянуть сюда спустя столько лет, чтобы вновь окунуться в ностальгию и получить хороший игровой опыт от правильного баттлфилда, было приятно. И я бы смело мог рекомендовать вам сделать то же самое, если конечно вы этого хотите. Я же свое обещание и знакомство с великой игрой на сегодня для вас окончу. Это был краткий экскурс в мир захватывающий и очень интересный Бэткомбани 2. А оставить свои впечатления о ней вы можете в комментариях под этим видео, будет интересно их почитать. Ну и не забывайте прожимать на звонки лайк, а также подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Это лучшая благодарность за создаваемый для вас контент. Вам не сложно, а для меня и канала крайне приятно и полезно. А также не приходите мимо нашего телеграм-канала, где вас ждут все свежие и актуальные новости из мира игровой индустрии и не только. Ну и отдельная благодарность ребятам на Бусте, за огромную долю поддержки в создании качественного контента. Глубоко признателен каждому из вас и каждому, кто решит меня поддержать финансово в дальнейшем. Ну а для вас, как всегда, обещал Фламинго. И увидимся, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok